приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшнее занятие которое посвящено прок инфо это утилита который позволяет показать информацию об загруженности вашей системы вашего линукса вашего сервера вашего ноутбука поэтому коллеги если вы на месте если вы готовы с вас плюс в чат ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садико где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-классы это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше но и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемому лучшему поэтому присоединяйтесь и так коллеги что же вам необходимо сегодня для того чтобы у вас все получилось сегодняшнем мастер-классе первый важный момент это вам понадобится linux но у меня вот уже есть linux да поэтому я буду нем все делать второй важный момент это статья из нашего блога для того чтобы вам было легче все это дело выполнить чтобы не надо было там догадываться какие команды тем более что шрифт я уменьшил за то что будет много выводиться информации поэтому коллеги со статьи вы можете легко сделать control c control в и как говорится у вас все железобетонно получится поэтому ссылку на статью вы найдете в описании под видео в чате в комментарии под видео поэтому переходите и как говорится за мной все повторяйте традиционно начинаем с теории и так коллеги что же такое утилита прок инфо это утилита которая выводит на экран информацию о состоянии вашей операционной системе вся эта информация собирается из файловой системы прок что важно для тех кто не знает да значит прок это виртуальная файловая система которая содержит информацию о процессах об оперативной памяти в системе соответственно что важно то что вот это вот папка слэш прок она хранится не на диске не на перни на в оперативной памяти а собственно ядро линукса генерирует вот те все данные которые находятся вот в этой самой папочки поэтому коллеги мы будем сегодня использовать утилиту прок инфо которая как раз будет вычитывать все из из папочки слэш прок и соответственно выводить нам в консоль и мы будем это дело все говорится красиво видеть поехали дальше итак этап номер один то что по умолчанию прок инфо нету да то есть если я напишу прок инфо нажму enter то соответственно мне система скажет что такой утилиты такой команды нету поэтому ее необходимо установить устанавливаем суда апт инсталл прок инфо нажимаем enter и собственно установка дальше выполняется прекрасно значит это если вас у бунта ну или дебян там да ну или минт или там кали то соответственно апт инсталл дальше если у вас какой-то там red хитовский linux то соответственно здесь yum install если fedora то dnf install ну надеюсь это понятно поехали дальше что важно то что если вот утилитой прок инфо нужно уметь пользоваться да поэтому есть всякие ключи ключи соответственно я вам очень сильно рекомендую вообще-то как бы такое вот правило хорошего тона это читать man страницы поэтому man прок инфо и соответственно мы можем почитать man страницу здесь все достаточно детально расписано какие поля что где означает может я сейчас там что-то и не скажу что-то и забуду то вы можете посмотреть какие здесь данные выводятся и так выводятся данные о памяти о загрузке вашей системы да то есть когда она была загружена дальше загрузка процессор отображается причем вот стандартно там за минуту за 5 за 15 там да дальше собственно к что что у вас пользователь выполняет там да вот айдолы об тайм и тоже page ну это относительно дисковой системы там да сколько блоков записано сколько вычитано по подкачки то же самое вот диск стад то же самое статистика диска что там вы пишите читаете есть детальная информация о прерываниях вот и вот есть полезные опции то что нас интересует например минус n можно указать как часто обновлять информацию минус d соответственно значит дисплей вели пер секунд соответственно будут выведены значением на протяжении одной секунды если д большая то соответственно total дисплей total там вот есть такие интересные параметры дальше опция минус b будет показывать вместо операции ввода ввода будут у нас байты ну а байты как бы легче до человек мыслит я мыслю байтами они операциями ввода вывода а вот дальше полезная опция минус r будет показывать количество свободной памяти причем real real это означает без буферов без буферов да вот и кэшей всяких вот полезная опция минус h минус h до минус h это human формат соответственно килобайты мегабайты гигабайты вот но вот такая вот собственно help коллеги за одной научитесь help читать итак поехали значит давайте что-нибудь да есть еще прок инфу минус h ну по сути будет то же самое только вот в таком вот кратком формате пожалуйста тоже посмотрите весьма полезно итак ну что давайте запустим и как говорится посмотрим что же будет у меня выведена да так я наверно чуть опущу clear clear для чистоты эксперимента и так прок инфу нажимаем enter и вот высвечивается вот такое вот собственно статистика моей системы значит что важно то что информация в байтах то значит вот вот этот блок посвящен именно оперативной памяти да и ну подкачки соответственно в байтах не очень удобно дам поэтому вспоминаем о том что там есть опция минус h большое и соответственно human формат будет весьма удобно дальше put up это когда мой компьютер включился включился да ну и дальше загрузка загрузка ну и количество процесса вот здесь вот тоже видно да дальше это вот пошли здесь данные по пользователям по системы там да все вот это дело тоже есть вот аптайм отдельно есть поле там айдол да вот айдол сколько простаивает аптайм один вик по сути мой ноутбук работает ну и вот собственно коллеги прерывания до дальше посла пошла статистика по по дискам у меня два диска sd и sdb и внизу есть статистика по сетевым интерфейсом да по сетевым интерфейсом сколько данных принято сколько передано вот у меня раз два три четыре интерфейса и вот по ним тоже есть вот такая вот статистика таким образом полезно да полезно вот не все удобно поэтому собственно коллеги нужно пользоваться какими-то ключами ну и вот сейчас мы попытаемся использовать ключ минус h большое и соответственно теперь будет в human формате до human формате соответственно видим то что у меня уже не байты а 739 гигабайта до юзет 526 гигабайта ну и свободно 2 и 13 гигабайта удобнее да то есть намного удобней вот все это дело вот с большой буковкой h поехали дальше значит если мы хотим отобразить статистику на за одну секунду то соответственно минус d маленькая минус d маленькая что поменялось пока не очень видно да мне очень много цифр пока не могу сказать насколько она там сильно меняется d маленькая или д большое д большое это суммарная статистика но вот что-то тут меняется вот page где у меня че там поменялось ну как она там критично это или не очень но пока не очень понятно дальше коллеги что важно то что вот прокинфо выводит вот-вот срез срез под если там минус д эту прям вот за одну секунду но было бы здорово чтобы система обновляла все эти параметры вот ну как топ например там да в этом для того чтобы в таком формате выводить информацию то дело минус n дальше обновляем топ обновляет раз в три секунды ну давайте сделаю раз в одну секунду ну и дальше минус h большое и пожалуйста смотрите вот теперь цифры тип прыгают и соответственно статистика у меня уже идет за одну секунду за одну секунду да вот что там даже меняется да да вот вот удобно удобно да то есть как бы это намного лучше чем там free минус m например там да или или как-то там по-другому но вот мне кажется что такая утилита весьма весьма полезно поехали дальше значит еще полезная опция которой мы говорили это объем свободной памяти здесь мы видим free 217 но насколько там может там буферы кэши всякие участвуют да поэтому есть опция минус r маленькая минус r маленькая вот и соответственно мы увидим уже информацию вот без буферов помните было 217 я обратил внимание да сейчас 216 вот то есть без буферов честные честная свободная оперативная память вот здорово да то есть тоже можно это дело все смотреть поехали дальше еще усовершенствовать какие еще есть полезные ключи это опция минус b минус b соответственно будет информация выведена в байтах это то что относится к системе хранения данных потому что здесь видите в пейджах в страниров этих в операциях ввода вывода как бы не очень удобно дамп этом q нажимаем q и соответственно добавляем минус b маленькая минус b маленькая enter и теперь посмотрите я вижу информацию в байтах да то есть вот здесь меня теперь не какие-то там вот значит операции ввода вывода а видите записал на диск на sdb я 2968 мега байт вычитал 360 да то есть вот пожалуйста такая вот статистика за секунду до коллеги то есть обновляется вот эта штука экран обновляется раз в секунду да то есть хочу здорово да то есть вот такая вот интересная утилита и так коллеги если у вас получилось все как у меня за счета итоговая команда как выглядит итоговая команда для использования прокинфо пробел минус n1 минус h большой минус r и минус b вот такая вот итоговая команда можете на нее сделать там псевдоним алиас и как говорится этим всем делом пользоваться и так коллеги в кого получилось как у меня пожалуйста поставьте в чат цифру 1 ну или в комментарии цифру 1 и и соответственно это означает что вы супер-пупер молодец и вы научились теперь смотреть информацию об вашем сервере об вашем линуксе и вообще в вашей системе но если для вас была интересна сегодняшний мастер-класс коллеги оцените его лайком предлагайте темы для будущих мастер-классов потому что все фактически по вашим заявкам но если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем девупс дэвнет то я вас приглашаю на курсы ну например на курсе линукс нуля мы вот в таком вот формате леонид байтуин я делаю вы за мной повторяете у вас все получается вы на выходе получите международные сертификаты и что самое важное мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании поэтому коллеги подавайте заявочки приходите бы с удовольствием вам поможем ну а на этом все ассалам алейку мирному вашему берегите себя и своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если что-то не получается то пишите комментарии под видео пишите в чат пишите в мой личный ватсап все что в наших силах вся наша команда будет вам помогать на этом все до свидания